Привет друзья! Вот иногда спрашивают, а как за одну минуту сразу снять стресс. Пожалуйста, я вам сейчас подскажу и напомню. У нас есть целебный ролик на канале. Посмотрите, пожалуйста, там как за одну минуту снять стресс и выйти на волну, и делать её столько, сколько вам хочется, потому что она помогает решать вопросы. Потому что пока вы делаете волну, размышляя над тем, как получить ответ на волнующий вас вопрос, переживая об этом, и ответы потом приходят, потому что голова проясняется, мышление становится свободным от страхов, комплексов, стереотипов. Это такой прекрасный целебный ролик, он так и называется. А сейчас одну минуту. Оттуда ключевое дыхание. Чтобы сразу вам помочь, делайте это ключевое дыхание самостоятельно в любое время, в любом месте, когда вам удобно, даже перед сном, если хотите лучше заснуть. Это можно делать и когда гуляете, и когда едете куда-то, и когда в самолёте летите, и перед экзаменом, и на экзамене. Это так просто. Думая, о чём думается, переживая, о чём переживается, просто прослушивайтесь в течение одной минуты к фазе вдоха или выдоха, чтобы сравнить, какой вдох или выдох у вас теплее. Даже если вы не найдёте, что у вас теплее, всё равно в течение минуты напряжение снизится, и вы почувствуете себя свободными. Да-да-да-да, даже во время экзамена. Это за одну минуту вы поможете сами себе. В любом месте, в любое время. И это не зависит от того, верите в это или нет. Потому что там всё основано на обратных связях. Между... Ну ладно, посмотрите, попробуйте, и потом сами напишите, что у вас происходит. Итак, если исходно у вас какой-то стресс, или голова болит, или, допустим, вы никак уснуть не можете, или, допустим, страх, или паника. Ну да, возьмите вот так вот. Думайте, о чём думается, переживайте, о чём переживается. И в течение одной минутки просто прислушивайте, степлее у вас вдох или выдох. Даже если вы не заметите, что именно у вас теплее, или даже начнётся с того, что теплее, выдох, а потом может стать вдох. А может быть, останется как было. Но зато у вас напряжение сразу снизится за одну минуту. Попробуйте, это помощь. Можете пользоваться всегда. Можете научить своих друзей, можете научить своего сына, дочку, которая готовится к экзамену. Это простая вещь. Ключевое дыхание. Запомните название. Ключевое дыхание. Потому что это как раз таки приводит вас к такому состоянию, которое у вас бывает обычно. Между сном и бодрствованием. Да, когда вы засыпаете, так происходит, дыхание у вас становится таким едва заметным. И не мешает вам перейти в сон. И когда вы проснулись, ваше дыхание бывает такое едва заметное. Да, ну вот, пожалуйста. А теперь я вам скажу важное сообщение. Дело в том, что был Райков, я об этом уже говорил. Он гипнотизировал детей и внушал им, что они будут потом лучше рисовать. Потому что он им просто говорил, вы гении. Он не мелочился там. Как вы будете руку при этом держать, как будете краску разводить или ещё чего. Он не мелочился. Он просто говорил, вы гений. В гипнозе. Этим самым он резко поднимал их планку цели. Этим самым он у них снимал страх перед рисованием. Комплексы всякие, смогу, не смогу. Там вот эти все беспокойства. Просто он их раскрепощал. Что мы делаем с помощью приёмов раскрепощения без всякого гипноза. Если вы подбираете по синхрогимнастике, по ключу, по методу ключ, если вы подбираете действия синхронные к текущему состоянию, у вас то же самое происходит. Вы выходите на состояние такой глубинной безмятежности. Вы выходите на состояние нуля, когда на ту же самую проблему, которая минуту назад вас сильно волновала и держала вас в тисках. А теперь вы свободны. Вы размышляете о ней свободно. И в этот момент вы можете представить себе ситуацию. Представьте себе ситуацию, как бывает, когда Райков гипнотизировал детей, внушал им, что вы гений. А вы точно так же можете себе представить ситуацию в этом нулевом состоянии. Отрешенность от всех забот и проблем, когда вы свободны. В этот момент нуле, на волне вы можете представить себе, что вы гений. Конечно, гений. Ну, правда, это так и есть на самом деле. Просто вам мешает страх подумать об этом. Комплексы ваши, воспитанные с детства. Может, вам кто-то в детстве говорил, да ерундой не занимайся. Да что ты такой, кто ты такой. А ты на самом деле творец. Девочка ты или мальчик, неважно. Ты творец. И поэтому нам мешают только комплексы и стереотипы, и страхи, и ошибки. Поэтому, если на волне вы помечтаете, что вы будете делать что-то. Рисовать или петь, или танцевать, или строить дом, или пилить дрова, или помогать маме. Что вы гений. Да, вы так же и сможете хорошо всё делать. Как будто вас Райков загипнотизировал и внушил вам это. Потому что, когда вы выходите на состояние безмятежности и стресса, у вас происходит функциональное разъединение двух половин мозга, и потом их смыкание, взаимодействие уже в заданном себе направлении. Уже вы можете и суп варить лучше, да, и математикой заниматься лучше. Вы всё сможете делать лучше. Да, это очень важная вещь. Да, это вы формируете у себя с помощью нулевого состояния. Субличность, которая будет вам помогать во время любых ваших дел лучше их делать. Да, это всё равно, что вас Райков загипнотизировал и внушил. Вот такую планку цели. Потому что, чем выше планка цели, вы гений, понимаете? Чем выше планка цели, тем больше ресурсов включается. Потому что вы будете делать все свои дела с такой уверенностью, с такой лёгкостью. Да, потому что вы такое есть. Просто вас с детства научили, что вы не такой. А многих научили, что такое. Они поэтому такие великие люди. Потому что их больше хвалили за хорошие поступки, чем ругали за плохие. До встречи, друзья.